Еще одна тайная страница истории Куйбышева открыта. На фасаде 179-го дома Пафрунзе установлена мемориальная табличка Дональду Маклейну и Гаю Бёрджесу, участникам так называемой Кембриджской пятерки, которую бывший директор ЦРУ Ален Даллес считал самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны. В день сотрудника органов безопасности мы отдаем должное, отдаем дань уважения людям, которые много сделали для безопасности нашей Родины, для сохранения мира во всем мире. И я уверен, что нынешнее поколение сотрудников также свято будет чтить традиции. У Самары открываются новые страницы истории, о которых, я убеждена, немногие знают, но теперь я очень надеюсь, что молодые люди проявят интерес и узнают об этой таинственной истории нашего города. Все пятеро разведчиков занимали высокие посты в дипломатических структурах Великобритании. Сеть была раскрыта, но никто не понес наказание. Фил Би Маклэйн и Бёрджис бежали в СССР. Керн Кросс и Блант остались в Англии, но не преследовались в судебном порядке. Благодаря удачным операциям агентов в СССР удалось своевременно начать работу по созданию атомного оружия, а также быть в курсе планов западных правительств. В начале 50-х годов двое разведчиков – Дональд Маклэйн и Гай Бёрджис – поселились в закрытом для иностранцев Куйбышеве. Здесь они жили 4 года. Дональд Маклэйн получил документы на имя Марка Петровича Фрейзера и был зачислен на работу в местный педагогический вуз преподавателем английского языка. Гай Бёрджис стал Джимом Андреевичем Эллиотом. За свою работу оба были награждены советскими орденами. Я убежден в том, что люди должны помнить и знать свою историю, гордиться ей. То, что в нашем городе жили всемирно известные люди – это еще одно свидетельство и подтверждение роли, места, значения Самары Куйбышева в истории Отечества. 31-й дом по улице Степана Разина также отмечен памятным знаком в честь контрразведчика, почетного сотрудника госбезопасности полковника Сергея Хумарьяна. Он прослужил в органах безопасности более 40 лет. Долгое время руководил контрразведывательным подразделением КГБ по Куйбышевской области. С его именем связан ряд операций по противодействию иностранным разведкам. Это очень важно. Все-таки 6 десятилетий мы прожили вместе. И семья, как никто, знает все те качества, о которых сегодня говорили выступающие. И приятно, что сегодня такой человек получает оценку достойную. С начала 90-х годов и до конца жизни Сергей Георгиевич вел большую просветительскую и общественную работу. По его инициативе в управлении ФСБ по Самарской области появился музей истории. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.